Поддержать Пучдемона и заставить Евросоюз реагировать. В Брюссель приехали 200 каталонских мэров. Устроили пикет в Евроквартале, но ни о каких встречах в евроинституциях так и не договорились. О каталонском кризисе в столице Евросоюза расскажет Елена Абрамович. Ранним утром чартерным рейсом из Барселоны в Брюссель отправилась делегация из 200 каталонских мэров. Молчание евроинституции в ответ на преследование политиков, которые организовали референдум о независимости Каталонии, недотпустимо, считают они. Главная цель попросить Европу вмешаться и осознать, что происходит в Каталонии. Во-вторых, взывать, настаивать и требовать немедленного освобождения каталонских политических заключенных. Мы хотим объяснить, что живем в государстве, где нет демократической зрелости. И, к сожалению, у нас снова появились политические заключенные. В Брюсселе делегация организовала демонстрацию в Евроквартале. Тем временем в стенах Европарламента работала другая группа каталонцев, противников невзависимости. Это представители бизнес-ассоциаций. По их словам, отделение Каталонии приведет к экономической катастрофе в Испании. Только за последнюю неделю 330 компаний переместили свои главные офисы из Каталонии. Всего же с момента референдума регион покинули уже более 2000 фирм. Политическая нестабильность означает экономическую нестабильность. Последствия уже ощущаются. Уменьшилась заполняемость отелей и ресторанов. В октябре резко выросла безработица. Впрочем, добиться какой-либо реакции от ЕС в ближайшее время каталонцам вряд ли удастся. А бельгийские власти увязли в спорах из-за испанского кризиса. Политики по очереди осуждают то действия каталонского лидера, то реакцию испанских властей. В фламандском парламенте решили провести по этому поводу дебаты. Подливает масло в огонь и тот факт, что именно Бельгия будет решать, выдавать ли Карлеса Почдемона Мадриду. Слушание по этому вопросу суд запланировал на 17 ноября. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.